Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о яблочно-молочном брожении. Поговорим, что это такое, нужно ли нам это, какие факторы на это влияют. Но, пожалуй, я начну с того, что яблочно-молочное брожение это то брожение, которое часто идет очень-очень долго, которое может все никак не заканчиваться. Мы все ждем и ждем, когда вино отбродит, а оно все никак не отбраживает. Либо это то, что может проявиться через некоторое время. Мы поставили вино в подвал, а оно вдруг забродило. Это тоже может быть оно. Ну, начнем, пожалуй, с того, что же вообще химически это такое. Это процесс превращения более агрессивной яблочной кислоты в молочную. Сопровождается выделением углекислого газа. Но, в отличие от спиртового брожения, углекислого газа выделяется не так много. И поэтому увидеть не всегда можно. То есть тут зависит от типа затвора. И, например, на затворах вот такого плана просто будет разный уровень жидкости. Бульканье может не быть вообще, но на затворах другого типа может быть там изредка какие-то бульки. Раз в сколько-то, в сколько-то минут. То есть это тот процесс, в котором выделяется не так много углекислого газа. И заметить его может быть сложно. Ну, теперь поговорим о том, нужно ли нам это. Само яблочно-молочное брожение, поскольку я уже сказала, да, это превращение одной кислоты в другую, то этот процесс очень сильно снижает вплоть до 50% ощутимую кислотность. То есть делает вино мягче и бархатистее. Однако довольно долгое время считалось, что, например, вина из жарких регионов, где небольшой кислотности, им это абсолютно не нужно. Но где-то в 70-е годы все-таки виноделы и те, кто занимается изучением вина, сошлись в том мнении, что яблочно-молочное брожение нужно абсолютно всем винам, производящимся по красному типу, потому что делают вино мягче и обеспечивают биологическую стабильность. Считается, что пока вся яблочная кислота не исчезнет из вина, то производить с ним какие-то манипуляции, стабилизации, оклейки, но абсолютно бессмысленно, это неправильно. И исчезновение яблочной кислоты отвечает за стабилизацию вина, за его стабильность. Но я думаю, что не стоит останавливаться на этом термине. Что такое стабильность, и так понятно. Так, что же влияет на факторы этого самого яблочно-молочного брожения? Два фактора, ну даже три. Температура, PH-фактор и сульфитация. Значит, если мы вина не сульфитируем, там все окей. Если мы сульфитируем, то зависит от дозы, которую вносили. Всегда рекомендуется, если вы уж решили пойти по пути сульфитирования, изначально сусла, то должна быть вносима та доза, которая в дальнейшем не будет препятствовать развитию яблочно-молочного брожения. Ну и понятно, там чем больше серы, тем оно меньше вероятности, что оно начнется. Оно может начинаться гораздо сложнее, этот процесс, либо может не начаться совсем. То есть тут зависит от дозы, на этом я не останавливаюсь. Дальше еще два фактора, температура и PH. Температура оптимальная 20-25, при температуре выше 30 оно останавливается. Ну а при более низких температурах оно протекает просто гораздо более медленно. И особенность данного процесса такова, что если раз оно началось, оно завершится когда-нибудь. То есть оно будет идти. И вполне может случиться так, что, например, вы подумали, что ваше вино уже отбродило, поставили в прохладный подбадчик, даже если там градусов 10, оно может несколько месяцев там прекрасно себя чувствовать, прекрасно подбраживать. Ну при определении, при набирании определенной массы углекислого газа, могут там крышечки повылетать и так далее. То есть даже при довольно низких температурах оно будет идти просто гораздо более медленно. И рекомендуемая температура в таком случае в подвалах поддерживать градусов 18. Этого как раз будет вполне достаточно для того, чтобы этот процесс нормально протекал. И сейчас еще вот такой маленький момент коснусь дубовых бочек. То есть идеально, чтобы оно прошло до заливки в дубовой бочке. Но если оно проходит сложно, то вполне можно в бочку залить, и чтобы вот это брожение происходило там. То есть это допускается. Следующий это PH-фактор. Бактерии не любят, когда очень-очень кисло. И оптимальный PH-фактор для того, чтобы процесс начался, это между 3 и 4. Ну а чем выше PH-фактор, тем брожение будет начинаться быстрее. Тем не менее, чем он ниже, тем этот процесс придаст больше эффективность. Понимаем, да, что чем более кислое было вино, тем повлияет вот эти вот самые превращения на него в большей степени. Честно, если вино очень-очень кислое, то такое брожение может не наступить. Но я на самом деле очень надеюсь, что у вас таких кислых вин не будет. И вы с этим никогда не столкнетесь. Но еще как можно засечь, кроме того, что немножечко вино подбраживает. Если есть возможность чем-то померить, то изменение PH-фактора в сторону повышения будет свидетельствовать о том, что яблочно-молочное брожение сейчас происходит. Еще один фактор, который может влиять на этот процесс, это кислород. Те, кто смотрел мое видео по тому, как у меня уже остановилось брожение, и я снимала с осадка, причем грубой переливкой, то вполне вероятно, что когда я осуществила эту грубую переливку через верх, не через трубочки, вот это насыщение кислородом у меня потом еще недели-две, наверное, вино немножечко бродило. То есть это тоже может быть способствующий фактор тому, чтобы яблочно-молочное брожение было. Поэтому если у вас после каких-то переливок вдруг чего-то немножко стало бродить, то вполне вероятно, что вы вот этим небольшим насыщением кислорода спровоцировали, помогли развиться процессу. Но это на самом деле абсолютно нормально, и даже если у вас этот процесс начался, например, весной, то это тоже нормально, допустим. Конечно, могли начаться еще какие-то процессы, но если все хорошо со вкусом, с цветом, с запахом, и просто пошла углекислота, то, скорее всего, это яблочно-молочное брожение, которое сделает ваше вино мягче и бархатистее. Но если касаться того вопроса, что процесс долгий, вино все еще бродит, как это остановить? Лучше никаких процессов не останавливать. Повторю, что данный вид брожения, он очень полезен для вина, он улучшает вкус, он делает вино стабильнее, мягче, бархатистее, и считается на сегодняшний момент, что вино красное, то, которое готовится по красному типу, приготовлено плохо, если там яблочно-молочное брожение не произошло. Поэтому останавливать не стоит. Если очень хочется выпить, это можно сделать, ничего там страшного не будет. Ну, подумаешь, легкая газация углекислотой, легкий игристый напиток, ничего такого. И вместе с тем, для того, чтобы помнить, я сказала, важный фактор это температура. То есть, если у вас вино стояло в очень там прохладном подвале, и вы видите, что пошел процесс брожения, ну, переместите его чуть в более теплое место. Не надо перемещать в 25, но градусов 18-20, если переместить, оно просто быстрее отбродит, и быстрее все это закончится. Вот, собственно, и все. Ну, для того, чтобы остановить, если уж очень-очень хочется, два варианта. Первый сера, но по серии я вам не скажу, ни доз, ничего, ибо я ее не применяю. Ну, второй вариант пастеризация. Пастеризация. Делать это, либо не делать, вы уже решаете сами, как вам с вами закончится. Повторюсь, что ничего страшного, если вы хотите употреблять вино, а оно все долго бродит, все это вполне возможно. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», будут мои контакты и ссылка на каталог моих сортов винограды. До новых встреч, пока!